Дневники фестиваля. Топовые артисты. Откровенные признания. Секреты фестиваля. Жаркие выступления. Тайны закрытых автопати. Эксклюзивные подробности. Смотри. Дневники фестиваля жара. Всем привет! Это Дневники жары. Это первый день фестиваля. Мы расскажем вам все, что здесь происходит, включая первые шаги звезд прямо с трапа самолета. Как вы долетели? Шикарно. Отлично. Хотим поспать и сразу на сцену. Отлично, очень быстро. Три часа. Ой, долетели отлично. Вот приходим в себя так неожиданно. Столько людей встречает. Рады вновь оказаться в гостеприимном Баку. Как всегда, очень хорошо, уютно. Как незаметно пролетело время. Филипп Киркоров не первый раз на фестивале «Жара в Баку». Он точно знает, что все здесь проходит просто прекрасно. Поэтому в этот раз он приехал на фестиваль вместе с детьми. Филипп Бедросович, как долетели? Ну, прекрасно. Мы долетели. И прилетели мы куда? В Баку. Сейчас нет. Они не учатся. Марты пойдет в первый класс, 1 сентября. Алла Виктория пойдет в второй. На пресс-конференции мы выяснили подробности нового дуэта Филиппа Киркорова и «Зиверт». Филипп Бедросович доверил мне полностью, как он уже сказал, спромиссировать, да, тебе номер и то, как в дуэте звучит эта композиция. И в плоти для каждого цвета носка, тучки. Все, вы все увидели, да? Настроение здесь просто не может быть плохим. Даже нейтральным не может быть, только жарким. А как еще, если речь идет об азербайджанском гостеприимстве? Это душа. Для меня азербайджан, в первую очередь, это даже не бакинские помидоры, это даже не море, а все-таки люди. Потому что люди уникальные, люди действительно вот с такой вот огромной душой, и петь для них одно удовольствие. Меня очаровывает, что это все они делают с такой любовью, что это происходит не потому, что это надо, а потому, что люди такие. И место делают люди. Одним словом это не сказать. Здесь все здорово. Все здорово. Начиная с прилета, заканчивая отлетом, кухня, ну это отдельная песня, как бы, то есть можно съесть все с руками. Просто блестящие повара, великолепное исполнение, как бы, я имею в виду сама кухня. Очень все вкусно, очень все грандиозно, это всегда самое интересное, я не слышал слова «нет». Мне кажется, что здесь, конечно же, в первую очередь, встречают хорошо с едой, с улыбкой. В первую очередь, люди, в первую очередь, люди, которые всегда улыбаются, приглашают, это правда очень приятно. Любовь, если в одном слове, а так, это правда, у нас люди все чувствуют своей огромной душой, безмерной. Здесь, на самом деле, секрета нет, это все от души, мы ничего не придумываем. Эмин вырос в такой среде, когда вот он видел большие застолья, видел, как надо принимать гостей, как надо их встречать, и поэтому, я думаю, что для него это обычное состояние души. Привет, как настроение? Отлично. Первый день фестиваля «Жара», как думаешь, как все пройдет? Все пройдет отлично. Артисты, как обычно, зажгут сцену. А ты готов сделать спецрепортаж? Конечно, готов. Тогда поехали? Конечно, поехали. Дневники фестиваля. Али-влог. Всем привет! Это специальное включение. И с вами я, Али. Я покажу свой взгляд на «Жара в Баку» с Эльбеем. Звезды часто сравнивают фестиваль «Жара в Баку» с отдыхом в детском пионерском лагере. Как звезды шутят друг на другом на фестивале в лагере на ремарх, пасту, лицо. А что можно придумать тут? Что можно придумать тут? Нет, ну тут ничего придумывать не надо, здесь все произойдет само собой. И, в принципе, то, что произойдет, оно будет круче, чем в любом пионерском лагере. Ну, мы тут шутим, тут собирается, друзья, это очень похоже на детский фестиваль. И особенно ночью, когда они немножко веселее все становятся, а ложатся спать, вот тогда просыпаются все эти артисты, о, что они тут творят. Все что угодно, в принципе. Я могу только с одним Басковым что-то придумать, или он со мной. В лагерях делится на отряды. Как стоило бы поделиться звездам? Я считаю, либо по жанру. Можно делить по возрастному принципу. Ну как, на группу мозги и все остальные, так правильно. Ой, звездам надо не делиться, звездам надо объединяться. Как вы думаете, кто был вожатым в каждом отряде? Я не знаю, в каждом, но в одном из, наверное, был бы я. Ну, если эстрадная музыка, наверное, вожатой была бы Алла Борисовна Пугачева. Если рок-музыка, ну, наверное, Диана Арбенина. Смотрите наши репортажи в дневниках «Жары». Дневники фестиваля. Али-влог. Фестиваль проходит. Четвертый раз. Именно сейчас. Для вас вы выяснили шага вот этого звезда. Вы саду на красную дорожку. Ну, во-первых, у меня перевес багажа. Меня чуть не пустили на рейс. Вот пришлось перекладывать косметичку. Вот. Но на самом деле все хорошо. Я привез много костюмов, много новых песен. И я очень рад, что сегодня все так и не так жарко, кстати. Проснуться, потянуться, накраситься, одеться, приехать на репетицию, отрепетировать, все повторить. Плотно поесть, хорошо поспать, красиво одеться, собрать настроение и выйти. У вас так же? Поспать особенно не удалось. Все остальное я постарался сделать, как говорила жена. Я занималась спортом сегодня. 40 минут кардио у меня было. Это обязательно для того, чтобы... А второе, что я бы плавала сегодня в бассейне, мне удалось. Вот. Тоже для хорошего настроения. Конечно же, накраситься, одеться и взять с собой хорошее настроение. Сон, еда, репетиция обязательно, примерка. А, все. Мы создали группу, написали супер-хит, сняли на него клип и выступили. Это был первый день фестиваля «Жара» в Баку. Смотри «Дневники жары», и мы покажем тебе все, что здесь происходит. Дневники фестиваля. Топовые артисты. Откровенные признания. Секреты фестиваля. Жаркие выступления. Тайны закрытых автопати. Эксклюзивные подробности. Смотри. Дневники фестиваля «Жара». Редактор субтитров А.Семкин